Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» хочется вместе с вами поразмышлять над словами Господа Иисуса Христа из Евангелия от Матфея из 11 главы 28-30 стихи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И в контексте этих слов Священного Писания хотелось сегодня, дорогие друзья, вашему вниманию, кому это интересно, поразмышлять над широко распространенным сейчас и популярным, и очень удобным возражением. «Наверняка кто-то из ваших близких говорил вам такие слова. Я не против веры, я не против церкви в целом, я не против Бога, я не отрицаю, что есть Бог. Но вот в храм я не хожу, почему? Потому что мне в храме становится плохо». Слышали вы наверняка, да, такие слова. Вот человек взрослый, достаточно крепкий, физически такой подтянутый, может быть, даже спортсмен, и вот ему в храме плохо. И для человека, который говорит, что мне в храме плохо, для него это как бы такое веское оправдание. «Я не против веры, не против других верующих, я никого не осуждаю, но я в храм не могу приходить, потому что мне плохо». Давайте, дорогие друзья, посмотрим на вот эту проблему несколько с разных ракурсов. Например, муж возвращается домой и говорит супруге, «Я вот не могу понять, что со мной. Я вот как зайду в продуктовый магазин, мне все время становится плохо. Причем в любой продуктовый магазин я захожу, мне все время становится плохо. То он начинает голову давить, то поясница, то печень прокалывает. Как только выйду из продуктового магазина, мне сразу становится легче. Чуть войду, опять становится плохо». Вот как вы думаете, дорогие друзья, что должна сказать супруга такому мужу? Неужели они ему скажут, «Ну и молодец, ну и не ходи ты больше в продуктовый магазин, и я не буду ходить. Лучше мы с голоду умрем, но мы больше мы туда не ногой». Скажет ли такое благоразумная женщина? Давайте посмотрим на другую ситуацию. Вдруг кто-нибудь скажет, «Вот я купил автомобиль, только сажусь за руль, мне становится плохо. Выйду из автомобиля, сразу отпускаю. Только сажусь за руль, опять становится плохо. Выйду, опять становится легче. Не могу садиться в машину, не могу ездить. Все ездят по нормам, я только сяду в автомобиль, мне становится плохо». Ну, простите меня, конечно, дорогие друзья, за некоторую горькую иронию, Но согласитесь, если вдруг с каким-то человеком произойдет такая проблема, он, наверное, обойдет всех мыслимых, немыслимых врачей, психологов, потратит много денег. Он попытается узнать, в чем же причина. Почему я только сажусь за руль, включаю зажигание, и сразу мне становится плохо, сразу хочет выйти из автомобиля. Как выйду, сразу отпускаю. В чем причина? Почему мне плохо в машине, а другим плохо не бывает? Или другой пример. Человек придет к врачу или к психологу и скажет, «Доктор, не могу понять, что со мной. Как приду на рабочее место, мне сразу становится плохо». Отойду, отойду покурить, поговорить, меня сразу отпускает. Только вернусь на рабочее место, мне опять становится плохо. Вот что, как вы думаете, врач или психолог должен посоветовать такому клиенту или пациенту? Что он должен ему сказать? Ну, допустим, не обращайте внимания. Ну, раз вам плохо на работе, ну и не ходите на работу вообще. Неужели он так скажет? К чему я веду мысль, дорогие друзья? Если бы с нами происходило нечто подобное, если бы нам стало плохо на работе, и причем регулярно, если бы нам стало плохо в автотранспорте, да, если бы мы не могли садиться в машину, сразу стало плохо, то мы наверняка искали бы причину, и причину в себе, почему такое происходит. А тем более, если бы нам вдруг становилось плохо, когда мы приходим в продуктовые магазины. Неужели бы мы отказались от похода в продуктовые магазины и покупки продуктов? Скорее всего, нет. И вот если вдруг человеку становится плохо в храме, правомерно задать ему вопрос, уважаемый друг или подруга, а пытались ли вы узнать, в чем причина, почему вам плохо в храме? Вот стоят другие люди, им не плохо, а вам плохо. Наверное, причина какая-то внутри, и причина не в самом храме, а причина где-то внутри вашей души. Кому бывает плохо в храме? Чаще всего бывает тем, кто, говоря словами преподобного Паисия Святогорца, ровно как и других святых отцов, кто предоставил дьяволу права над собой. Дьяволу, падшим духом, плохо. Дьяволу тошно. Из священного писания мы много можем находить примеров, но самый яркий, это и в Евангелии от Матвея, и в Евангелии от Луки, повествование об исцелении гадаринских бесноватых, которые, влекомые падшими духами, пали к ногам Христа Спасителя и произнесли слова, что ты пришел, знаем тебя, кто ты Иисус, Сын Божий, ты пришел прежде времени мучить нас. Присутствие Христа – это мука для падших духов. Присутствие Сына Божия, Бога, это для падших духов мука. Если человеку вдруг становится плохо в Доме Божьем, то в чем же причина? Надо задать себе вопрос, а не предоставил ли ты много прав дьяволу над собой, что тебе именно в храме становится плохо? И поискав причину, надо тогда искать пути выхода из этой ситуации. А в этом есть врачевство, таинство покаяния. Попробуйте сделать усилие над собой. Подойти к священнику, поисповедаться, и вы сразу почувствуете, как вам станет легче. Даже преподобный Паисий советовал людям, которые первый раз пришли на исповедь, сфотографироваться до исповеди и после. Даже выражение лица человека меняется. Человек даже внешне преображается, просветляется после первой исповеди. Поэтому, если плохо в храме, значит, вы, наверное, предоставили дьяволу права над собой. Это может быть даже не вина, а беда человека. Тут легко можно сказать, ну вот вы обвиняете людей, что раз им плохо, значит, они виноваты, что они согрешают и так далее. Я сейчас говорю не о вине, а о беде. И с этой бедой надо бороться. И помощь в этой беде – таинство покаяния. Помоги нам всем, Господь, над этим задуматься. Если плохо в храме, поискать причину в себе и по возможности ее устранить через таинство покаяния. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok